Добрый день. Главным событием минувшей недели стало сообщение о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом. Естественно, эта новость несколько понизила уровень рынков. Моя версия была докупаться, что я, собственно, и сделал. Эта версия оказалась правильной. Рынки достаточно быстро отыграли эту новость. И, кстати, эксперт CNBC Джим Крамер призвал не преувеличивать фактор влияния болезни Трампа на финансовые рынки. И он также отметил, что инвесторы должны приготовиться к покупкам. В общем, моя и Крамера версия оказались верными. Более того, мне кажется, что тема болезни Дональда Трампа может оказаться, в общем-то, одним из ходов предвыборной кампании. Поскольку, наверное, это интересная история вызвать симпатии избирателей тем, что президент Соединенных Штатов разделяется своим народом. Ту главную угрозу, которая сегодня стоит перед американским обществом. Так что я, конечно, далек от конспирологии. Как правило, вызывает у меня рвотный рефлекс все подобные версии. Но мне кажется, что тот случай, когда, если бы болезни Трампа не было, то ее следовало бы придумать. Я самый больной в мире человек. Другое мое предположение, предположение давнее, высказанное еще в первой половине этого года, все-таки не сбылось. Напомню, что я предполагал, что в августе-сентябре мы увидим очень существенную коррекцию вниз по криптовалютам. Нет, это не сбылось. Криптовалюты явно вышли в серьезный боковой тренд. Но я все же не исключаю вероятность достаточно принципиального снижения криптовалют до конца года. Но при этом я полагаю, что это снижение вовсе не будет означать крах или обвал. Многое, конечно, зависит от новостей. И недавняя новость о том, что Евросоюз вышел на финишную прямую в плане подготовки криптозаконодательства, это скорее бодрящая для крипторынка новость. А вот по золоту мое предположение оправдалось в полной мере. Золото действительно съехало вниз, так и осталось внизу от достигнутых ранее пиков. И колеблется в районе планки 1900 долларов за унцию. Напомню, что я предполагаю, что такой же тренд сохранится до 4 ноября. Ну а затем, если Дональд Трамп, то, наверное, самый хороший вариант – это докупать многие активы. И в этом случае золото может отыграть еще ниже, до 1800 долларов за унцию. Вот этот вопрос, Трамп или не Трамп, и что делать, если Трамп, он, конечно, сегодня стал совсем драматичен, поскольку идет такая информация, что Байден, по данным социологических опросов, по предварительным исследованиям и даже по специальным исследованиям в бизнес-среде, сегодня имеет гораздо больше очков, чем Дональд Трамп. Например, 77% участников рынка, опрошенных недавно Ельским университетом, говорят, что планируют голосовать все-таки за Байдена на предстоящих в ноябре выборов, несмотря на то, что Байден заявил о намерении повысить корпоративные налоги и налоги на американцев с высокими доходами. Материал на эту тему вы можете найти в описании под этим видео. Что любопытно, это реакция публики. У нас зрители финверсии, видимо, это показывает, что в основном мы все тут инвесторы, в общем, негативно реагируют на новости о преимуществах Байдена, вплоть до такого, что один из наших зрителей говорит, что это лживый фейк. Если сравнивать опрос Ельского университета с опросом в недавнем финверсии, то финверсии все-таки голосуют за Трампа. А там отрыв Трампа от Байдена просто-таки мощнейший, не вызывающий сомнений. Но есть реальность, поэтому у меня призыв ко всем инвесторам. Даже если вам, как и мне, кажется, что Трамп это наиболее удачное решение для всех тех, кто работает на фондовых рынках, все-таки давайте не выдавать желаемое за действительное. Поскольку пока опросы достаточно печальные. Традиционные штаты, в которых демократы обычно превалируют, все-таки удерживаются демократической партией. А вот Трамп растерял поддержку половины штатов, которые более традиционно голосуют за республиканцев. Кстати, на эту тему промониторить, как шли выборы последние 30 лет, какие штаты кому отдавали голоса, и как сегодня выглядят предварительные исследования, вы можете в специальном разделе «Мониторинг выборы», который мы открыли на нашем портале «Финверсия». Ссылка на него в описании под этим видео. Еще один важный фактор минувшей недели, он одновременно фактор и чисто фондовый, и фактор политический, это то, что Палата представителей приняла план помощи экономике, который предложили демократы. И в результате утвержден предложенный демократической партией план помощи на общую сумму 2,2 триллиона долларов. Причем, что важно, то есть для рынка это, конечно, хороший такой допинг, и, судя по всему, рынок уже отыгрывает ожидания выполнения этого плана, но важный момент, что этот план принят не благодаря, а вопреки. То есть вот та самая двухпартийная сделка между республиканским и демократическим составом Конгресса не состоялась, и таким образом демократы принятый план могут в полной мере записать себе как дополнительное очко перед выборами. Ну, собственно, так или иначе, мы все, конечно же, сейчас входим окончательно в тему, когда президентские выборы в США диктуют ситуацию на рынках, и понятен страх инвестора перед возможным поражением Трампа. Однако жизнь продолжится, в том числе и биржевая, в любом случае, поэтому давайте попробуем умерить свой страх и внимательно и беспристрастно следить за предвыборной ситуацией. Тебе страшно? Мне нет. Что, кстати, примечательно, это то, что уже ясно, что американские выборы не станут таким классическим вариантом выборов, когда все делается по-джентльменски и пристойно, поскольку недавние дебаты между Байденом и Трампом показали, что оба настроены весьма агрессивно, и есть вероятность, что одна из сторон, вопреки американской традиции, способна не признать результаты выборов. И в связи с этим напомню итоги выборов 2000 года, когда Буш с перевесом всего в 4 голоса выборщиков обогнал Альберта Гора. Напомню, что Буш тогда набрал 271 голос, а Альберт Гор 267 голосов. То есть господин Гор вполне имел перспективы стать президентом Соединенных Штатов. Вот если эта история повторится на этих выборах, то, скорее всего, мы будем наблюдать гигантский политический скандал, который, конечно же, негативно скажется на рынках. Так что есть и этот вариант. Побеждает неважно кто, но сам скандал сразу же после 4 ноября опускает рынки. Впрочем, посмотрим за следующими дебатами Байдена и Трампа, которые, напомню, состоятся 15 и 22 октября. Что же касается моей стратегии в отношении предвыборного периода, то она прежнюю довести средства вне сделок, то есть на заборе, до 60%. И в связи с этим все чаще звучит вопрос, который вообще часто звучит в моей жизни. Это вопрос о том, что как же так деньги не работают, не лучше ли их отправить на банковский депозит, или не лучше ли их направить в облигации. Ну, лично мой выбор, который я ни в коем случае не превращаю в некую универсальную рекомендацию, не лучше, потому что эти деньги могут понадобиться, что называется, вот так на щелчок пальцев. Поэтому эти деньги работают в моменте. То есть они должны быть все-таки в инвестиционном портфеле, на торговой и биржевой платформе, чтобы в моменте ввести их в игру. Никакой депозит, понятно, это не позволит сделать. Ну, простой пример. На минувшей неделе вот за счет этих резервов я несколько раз сходил во фьючерсы по нефти, фьючерсы по газу, дополнительно к той сделке, которая у меня открыта давно, открывал фьючерсы по французскому индексу КАК-40 и по Стандарт Пурс 500. Еще сходил, правда, так короткой такой пробежкой, во фьючерсы на кофе и пшеницу. Я оттуда сбежал, потому что стараюсь поддерживать достаточно консервативный стиль инвестирования в эти месяцы, но полагаю, что кофе, пшеница и хлопок, вот эти фьючерсы, довольно-таки интересные активы для трейдеров и инвесторов, с чуть большим сейчас аппетитом к рискам, чем у меня. Пока моя задача поддерживать консервативное состояние. Статистика закрытых сделок с начала 2020 года, сейчас у меня такова, прибыльных сделок 421 закрыто, убыточных 61. Это вроде бы неплохой результат, но в сравнении с 2019 годом показывает, что уровень моего трейдинга, в общем-то, существенно снизился. Ну и я ставлю перед собой задачу как-то наверстать, что называется, упущенное. Пока благодаря этой осторожности удается седьмой месяц подряд быть прибыльным в зеленой зоне, хотя сентябрь, конечно, оказался очень тяжелым и не слишком-то прибыльным. Я мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. Какие еще действия я предпринял на прошлой неделе? Ну, во-первых, закрыл с крошечным плюсом позицию на покупку General Electric. Отсчет этой компании не вызвал особого движения рынка. Вообще, мне представляется, вот этот имитент не очень интересен в ближайшее время. Закрыл прибыльные сделки по таким компаниям, как Мэйсис и Карнивал. Причем часть закрыл, часть оставил. Полагаю, что у обеих этих компаний, как вот таких присяжных якобы банкротов, то есть опустившихся до самого низу, скорее всего, все-таки очень интересные перспективы, поэтому для себя я решил, что, вероятно, я увеличу позиции по этим двум направлениям. Ну, из любопытных также направлений я бы отметил краудстрайк. Сам я входить в него дополнительно не буду, поскольку прибыль по открытой позиции составляет уже почти 200%. Мне кажется, что Facebook, Amazon, Apple и Google по-прежнему интересные направления. Держу позиции по всем, но тут бы рискнул даже посоветовать покупать и тем, кто не купил. Позиция по Darling Ingredients приносит уже 34%. С интересом очень слежу за этим направлением. Аэробус представляется весьма перспективным направлением. Boeing, который падал до 148, я докупился. Он подрос до 168, и часть сделок я закрыл. Это, кстати, ответ на такой ехидный вопрос. Ну, ехидство, кстати, здесь вполне уместно, который звучал под одним из видео. Я на что там у вас с Boeing? Boeing продолжает приносить прибыль, и часть этой прибыли фиксируется. Ну, и мне кажется, интересной позицией, которую я по-прежнему держу и посоветовал бы, что называется, друзьям, это направления такие, как Peugeot и Starbucks. Кстати, если говорить об интересных эмитентах, очень забавный эмитент появился на бирже, вернее, вернулся на биржу после десятилетнего перерыва. Playboy в минувший четверг объявил о своем намерении вновь стать публично торгуемой компанией. Ожидается, что в начале следующего года компания начнет торговаться на бирже NASDAQ. Лично я полагаю, что этого эмитента куплю, хотя бы в знак памяти о собственном подростковом пубертатном периоде. Что касается итогов портфеля не моего уже, а портфелей финверсия на площадках E-Tora и Common, то тактика здесь по-прежнему аккуратно докупаться, фиксировать прибыль по некоторым направлениям и выравнивать пропорции владения теми или иными акциями. Сентябрь мы прошли в районе нуля, но удалось уточнить балансировку этих портфелей, и, в общем, я вижу хорошие перспективы на октябрь. Кстати, аналитики группы компаний «Финам», которые управляют платформой «Команд», представили стратегию на четвертый квартал, которая, возможно, тоже заинтересует многих инвесторов. По мнению финанских аналитиков, на фоне балансировки мирового спроса цена нефти может достичь диапазона 45-50 за баррель. То, кстати, о чем я говорил все лето, но пока этот прогноз не сбылся. И вот эта ситуация плюс нормализация настроений на финансовых рынках, может способствовать укреплению курса рубля до уровня 70-72 рубля за доллар. Такой несколько неожиданный прогноз. И напомню, что в интервью канала «Финверсия» Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора Финнама, также говорил о возможном укреплении рубля. Однако, мне кажется, что вот этот возможный поворот с курсом рубля все-таки произойдет не в октябре, а при прочих равных в ноябре. И мой прогноз на октябрь 79-81 рублей за доллар. Впрочем, об этом я говорю в отдельном видео. Ну и, наверное, еще один важный момент. Ну, известно, хотелось сослаться на Уоррена Баффета, что это сказал Уоррен Баффет. Это, конечно, не он, но я думаю, что он бы тоже сказал, что одна голова хорошо, а две лучше. И мы решили предпринять такой публичный аудит наших собственных портфелей. Финансовый советник Ольга Кунушевская проанализирует реальный портфель акций проекта «Финверсия» и в прямом эфире даст собственную оценку инвестиционным идеям, которые мной озвучены, реализованы и, соответственно, воплощены в этом портфеле. С удовольствием ждем вас на этом эфире, потому что я думаю, что анализ этого портфеля будет полезен и для других инвесторов, у многих из которых такие же позиции, как и у нас. Ну и по традиции об экономической статистике на будущей неделе. 5 октября, понедельник, относительно спокойный день. Важный момент – это индекс деловой активности «Маркет», который будет опубликован в США, России, Германии, Франции, Италии и в целом по еврозоне. Ну а китайские рынки в этот день стоят, продолжаются праздники. Судя по всему, в Китае умеют отдыхать. 6 октября, во вторник, довольно бурная статистика по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Будет решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. В Европе и Америке ничего статистически примечательного, разве что торговый баланс Соединенных Штатов. Ну а в Китае продолжается праздник. 7 октября, в среду, Азиатско-Тихоокеанский регион статистически спокойный. Много разнообразной, но не самой значимой статистики по разным странам Европы. Из наиболее примечательных событий это выступление главы Евроцентробанка Кристин Лагард и решение Центрального банка Польши по ставке. А в США публикация протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Ну а в Китае, как уже говорилось, праздник. И наконец, 8 октября, четверг, довольно динамичная статистика по Азиатско-Тихоокеанскому региону, насколько это вообще возможно без Китая, будет опубликован торговый баланс Германии. Состоится выступление представителя Национального банка Швейцарии. В неспокойные времена Национальный банк Швейцарии это всегда, в общем, такой серьезный фактор. Ну и традиционно будут опубликованы объем первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США. Дальше боюсь сказать, вы будете, наверное, смеяться, но в Китае праздник. И 9 октября, пятница, разнообразная статистика по странам Европы и данные по рынку труда Канады. Наверное, это наиболее важные моменты. На этом сегодня все. Ну а я полетел на прямой эфир с другими популярными инвесторами платформы eToro. Александр Плескачев, Игорь Пион, Максим Толкачев, Евгений Потапов, Георгий Вербицкий, ну и ваш покорный слуга. Мы обсудим привыборную ситуацию на рынках и личные стратегии каждого из инвесторов. Впрочем, этот блог выйдет, наверное, уже позже прямого эфира. Так или иначе, вы можете посмотреть его в записи. Ссылка в описании под этим видео. До встречи. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый. Редактор финверсия.ру Эксперт Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Игорь Мальцев, управляющий партнер бюро МКварта. Не пропустите вебинар 15 октября в 18.00 по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова